Виртуальные археологи считают, что на Марсе находится массивный храм, который похож на древнюю японскую гробницу. По их словам это подтверждают спутниковые снимки с Красной планеты. Исследователи уверены, что между загадочным сооружением на поверхности Марса и японским храмом на Земле существует определенная связь. Структура, видимая на спутниковых снимках Красной планеты, демонстрирует поразительное сходство с древней японской гробницей Кафун. Большое количество спутниковых изображений загадочной структуры говорят о том, что это вовсе не паридолическая иллюзия. Данные строения имеют поразительное сходство с погребальным комплексом в Японии. Это заставляет исследователей предположить, что возможно миллионы лет назад древняя цивилизация действительно населяла Марс. Существуют различные интригующие теории, предполагающие, что в далеком прошлом неизвестное нам катастрофическое событие ядерная война. Уничтожили марсианскую цивилизацию, заставив ее выживших представителей отправиться на Землю. И восстановить цивилизацию. Относительно заявлений виртуальных археологов в НАСА пояснили, что прямые края структуры являются результатом трещин или естественного холма, образующего твердую почву, претерпевшей эрозию в течение миллиардов лет. Многие исследователи не согласны с учеными НАСА и уверены, что структура выявленная на Марсе хотя и пережила миллионы лет эрозии, но ее четкие контуры указывают на то, что древняя раса, скорее всего, населяла Марс. Несмотря на то, что на Марсе есть много структур, которые можно легко принять за естественное образование, эти две структуры демонстрируют почти идеальную симметрию. По мнению ученого Джона Бранденбурга, имеющего докторскую степень по теоретической физике плазмы в Калифорнийском университете, древняя марсианская цивилизация существовала на Красной планете и была уничтожена в далеком прошлом. Сходство не может оставаться незамеченным, и мы смотрим на останки некогда могущественной марсианской цивилизации, которая, скорее всего, исчезла миллионы лет назад, после того как там произошла катастрофическая ядерная война, считает доктор Бранденбург.